Всем привет, с вами MasterCraft и сегодня у нас Sampling Day. Сегодня мы пойдем в магазин виниловых пластинок, выберем что-нибудь, обработаем, вдохновимся. Я думаю, получится что-нибудь интересное. Пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет, меня зовут дядя Юра. Я работник прекрасного магазина AlphaDigy. Если есть какие-то вопросы касаемо оборудования или вообще как-то связаны с музыкой, приходите, всегда рады помочь. Ну и, соответственно, приобретайте что-нибудь. Добро пожаловать обратно на студию. Напомню, я выбрал пять пластинок, достаточно рандомно, поковырялся, что-то там нашел. Затем в магазине в замечательном All4DJ я засемплировал эти пластинки напрямую в АК МПС Лайв. И знаете, нашел много интересных там отрезков и так далее, но сегодня хочу сфокусироваться в основном вот на этой пластинке, потому что очень много достойных треков, очень много вдохновения мне пришло, когда я слушал именно этот материал. Так что я даже сделал из нее два трека. А как? Давайте посмотрим, приступим к разбору. Вы знаете, сэмплировать с винила, это, конечно же, очень круто. Это отдельный вид искусства, когда ты можешь потрогать музыку. Да, вы можете скачать сэмпл, вы можете сэмплировать с телефона, что, в общем-то, я в основном и делаю. Но когда вы спускаетесь в подвал, заполненный винилом, когда вы проводите там два-три часа, выбирая что-то интересное для себя, или берете, возможно, рандомно несколько пластинок, это абсолютно другой подход к музыке, и вам просто нужно попробовать однажды это сделать. То ощущение, когда вы ставите иголку проигрывателя на пластинку и ждете, что же получится, что же вы услышите, и потом, о да, я нашел интересный отрезочек, который можно засэмплировать. Это прям очень-очень круто. Это новое ощущение того, как можно делать музыку. Так, ну что, начнем работать. Для начала, как обычно, нарезаем сэмпл на те части, которые, как нам кажется, мы потом сможем использовать. Вот эти вот интересные. Ну, эти сразу. Эти сразу остаются. Вот это да. Тоже. Прикольный бас. Вот. Вот. Хорошо, хорошо. Грув. Чувствуется грув. Тоже. Разбить где-нибудь. Вот. Тоже. Для концовки хорошо. Наверняка. Ну и все. Затем мы, соответственно, все это конвертируем в нашу программу и начинаем работать. Да. Получается. Получается. Очень. Ага. Все, отлично. Теперь самое главное биты. Ну, как-то так. Сейчас попробуем записать тоже. Да. Оставляем. Оставим место, чтобы... Чтобы 16 левел сделать. Вот это классическая фишка с хорном. Отлично. Прям самое то. И сейчас будет хорн. Да. Оставляем. Теперь какой-нибудь припев. Типа припев. Да. Вот он. Вот он наш припев получился. Йо. Йо. Прям... Прям сразу хочется зачитать на такой трек. Это прям очень круто. Теперь у моих слов сила мощная, как Джон Си на треке. На повтор вина музыка с ног спила. Ха-ха-ха. Вспомнилось. Так. Разнообразие для припева давайте сделаем. И сейчас. Вот. Вот. Ну как-то так. Накинем сейчас пару эффектов и покажу, что получилось в итоге. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем спасибо за внимание. Получился очень интересный ролик. По крайней мере пока я принимал участие в создании этого ролика. Пока ковырялся в виниле. Сэмплировал и так далее. Мне лично было очень интересно. Надеюсь вам тоже. Если вам зашел такой формат, то пишите. Я продолжу. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И до новых встреч. Здесь выходят интересные ролики. Пока. Всем привет с вами. Мастеркрафт и сего... Ладно, я думаю мы сейчас нормально снимем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok